Весенняя посевная кампания в Брянской области подходит к концу. Погода заставила понервничать аграриев, но в целом, по оценке специалистов, ситуация нормальная. Посевы озимых после зеремовки вышли в хорошем, дотроллительном состоянии. По прогнозу яровой сев, сельхозпредприятие к фермерских хозяйствам в текущем году будет размещено на площадке свыше 400 тысяч гектаров, что на уровне прошлого года. Сельхозпредприятия были обеспечены в полном объеме семенами яровых культур. Элитных семян завезено около 2000 тонн. Сельхозтоваропроизводители области увеличивают долю семенного материала отечественной селекции. Вся посевная площадь сельхозкультур по прогнозу составит 890 тысяч гектаров на уровне прошлого года. Из них зерновых и зернобобовых культур 320 тысяч, технические культуры 161 тысяч, в том числе из них масличные 153 тысячи гектар, картофель 28 тысяч гектар, овощные культуры 412 тысяч гектар, кормовые культуры 381 и 2 тысячи гектар. Закуплены в необходимом объеме средства защиты растений, включая протравители. Минеральных удобрений приобретено 220 тысяч тонн, что на 10 тысяч тонн больше прошлого года. У нас по этому году будет 170 килограмм ДВ на гектар башни внесенной минеральных удобрений. По стране 76, в прошлом году бы 162. Но если взять мир, весь мир, но это Европа на самое близкое, то самое низкое внесение удобрений это Чехия, 180 килограмм. Я вам как для политинформации, то есть когда кто-то рот будет раскрывать, что мы много уносим, мы не много уносим, мы недоуносим. Мы сегодня одни из лидеров России по внесению, но мы не первые, мы там были постоянно во вторые, третьи. И вот по этому году даже мы там прибавили 10 килограмм, это больше, чем в 2,5 раза, чем в среднем по России. Для того, чтобы сельское хозяйство еще было более эффективным, нам нужно хотя бы догнать Чехию. Мы к этому потихоньку движемся. Мы движемся, поэтому имеем те показатели и те урожайности, которые есть. Мы не высасываем землю и не забираем последнюю, а мы именно землей работаем. В целом по России этой весной из-за заморозков погибло более 1,2 млн гектаров сельскохозяйственных культур. В тех регионах, где это возможно, идет пересев. Брянщину морозы практически обошли стороной и навредили не сильно. Ну в общем, оно не повлияло. И что-то списывать, что-то списывать, и давать повод воровать деньги бюджетные, мы этого делать не будем. Тут везде надо всегда посмотреть. Бежать и следом за соседями списывать, мы этого не будем делать. Потому что оно ничего в общем не повлияло. То есть на экономику оно не скажется. То, что сегодня вижу я и хожу по полям и смотрю, в всех районах. Это Европа отдыхает. Губернатор сделал замечание, что цифры в представленном отчете о ходе весенней кампании не точны и дал поручение навести здесь порядок. Я обращаюсь ко всем к вам. Проекция и главы, начальники главного управления только вместе. Заодно и поля будете знать, район будете знать, будете видеть, что сейчас не сеется, и будете знать хотя бы, что у вас посеяно и где. Это вам просто как поручение. Есть. И лично вам. Так точно, Алексей Васильевич. В целом весенняя посевная кампания завершится 1 июня. Сейчас в сельхозпредприятиях ведется химическая обработка посевов азимых культур, завершена вторая их подкормка, началась заготовка кормов. Александр Новиков, Сергей Севастьянов, Александр Власов, Брянск.